Друзья, всем привет! Сегодня очередное полезное приспособление Помогатор, которое пригодится каждому в строительстве или ремонте. Для начала мне нужно сделать подобие столика. Для этого принес пару козликов и нужно найти ровную поверхность, размерами чуть больше метра в длину и сантиметров 70 в ширину. У меня остались куски ОСП, подошел один из кусков, который я кладу на козлики. Главное условие это, чтобы на изготовление приспособления не ушло много времени, чтобы было сделано из подручных средств и чтобы было просто в изготовлении. Поэтому походил по участку и нашел пару брусков, линейку и черенок от граблей. Один из брусков прикручиваю ровно по краю импровизированного столика. Другой брусок пилю на пару маленьких кусков и прикручиваю с противоположной стороны, как на видео. Переевым сверлом на 25 мм делаю отверстие в первом бруске прямо с краю и во втором с противоположной стороны, примерно на одном уровне. Еще делаю такое же отверстие в третьем бруске, который еще не был задействован. Далее вставляю черенок от граблей между двух отверстий в первом и во втором брусках. Ах да, не забываем также продеть и третий брусок, который должен свободно перемещаться по черенку. Чтобы черенок не сползал, фиксирую его саморезами через первые и вторые бруски. Далее беру линейку и фиксирую ее на столе, как на видео. Так, чтобы начальная отметка была у первого бруска. На черенке дублирую шкалу линейки, кратно 50 мм. Кстати, если нет линейки, то обе шкалы можно рисовать подобным образом. Теперь надо провести испытание. Для этого достаём пачку утеплителя и раскрываем. Используя в работе вот такой утеплитель, Урса Тера Про. Нравится, что пачки утеплителя не занимают много места, так как сильно сдавлены. А при распаковке принимают положенную форму в пару секунд. Соответственно, из-за упругости его режу с запасом 5-10 мм. И он отлично встаёт между стоек и не выпадает. Так вот, замеряю необходимый размер и иду к приспособлению. Кладу лист на стол, уперев один край к бруску. Здесь не должно быть конусов, а то рез получится кривой. Далее на шкале черенка нахожу нужный размер и двигаю к нему подвижный брусок. Далее прижимаю этот брусок к размеру уже на линейке. Всё, утеплитель зажат и готов к резу. Это оказалось очень просто. Особенно, если сравнить, как обычно это делается. Берётся рулетка, замеряется один край утеплителя. Делается надрез, затем второй край, затем надрез. Далее прижимается чем-то и режется. При этом, как правило, на полу. И после такого рабочего дня спину уже не разогнуть. Тут же всё просто. В нормальном положении подняли рычаг, положили утеплитель, выставили рычаг на нужный размер, прижали и отрезали. Готово. Проще не придумаешь. Работа сразу идёт быстрее и эффективнее. Рез получается более точный и ровный. Так что, друзья, советую тем, кто утепляет себе какое-либо помещение или тем более дом, сделать подобное приспособление. Делается минут 20, а экономит потом кучу времени. Друзья, что скажете? Понравилось приспособление? Если это так, то ставьте лайки и пишите комменты, как можно доработать, не усложняя конструкцию. Также не забывайте подписываться и подписываться на канал в Телеграм. Там тоже много интересного. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok